Садовод Обрезку на омоложение, обрезку при посадке саженцев. Вот это обязательно. Ну и может быть первый-второй год, когда уж совсем привитый саженец и саженец-сеянец, это две большие разницы. Никто не знает, почему я не могу понять, что привитого саженца генетически нет штампа и быть не может. А привитого нет. И вот получается, это очень сильно мешает. А сейчас я уже не стал на долго говорить. Каждый день вот такие 5-10 мне попадаются на глаза в Яндексе. Вот эта дама, она сейчас будет учить, как убивать деревья. Калечить, а потом лечить, калечить, лечить. Мне убило 65 тысяч просмотров. Мне такое не снилось, к сожалению. Милая женщина. Ее просмотры нужны только потому, что нужны лайки, понравился, поделиться, не понравился. Обидно, страшно. К чему приводит невежество. Она не знает, что летняя обрезка стимулирует снова. То есть дерево любой ценой восстанавливается. Ей это не понять. Но восстанавливается так, что становится еще гуще. Опять обрежешь еще гуще. Причем неважно. Пол ветки отрежешь, целую отрежешь, целую отрежешь. Спящие почки проснутся. Дерево себя спасает. Она его губит. Вот не знаю, получится ли этот разговор. Это уже тысячу какой-то мой фильм. Но изменить ситуацию в стране я пока не смог. Давайте так. Посмотрим, удастся ли мне. А нет, я просто сотру все это, если получится неудачный фильм. Поехали. С вами канал Мое 39-е царство. И сегодня мы пришли на наш дачный садовый участок для того, чтобы произвести летнюю обрезку нашей яблоньки. Яблоня ей шестой год или даже седьмой. Она еще молодая. Она пока еще, я не знаю, она не говорит, что она привитая или нет. Если привитая, то уже ей давно пора плодоносить. Что-то здесь не то. Давайте пока это только подозрение. Что-то она не то делает. По осени мы обрезали. По весне немножко тоже подрезали. Представляете, осенью перед морозами она ее подрезала. Вот. Скорее всего, это далеко не Северная Русь. Скорее всего, пронесло. То есть, маленькая яблоня, еще маленькие раны, пока была маленькая. Вот. Но, принципиально, осенняя обрезка, это вещь страшная, опасная. Это то же самое. Я говорю, что вот 60 тысяч ее прослушал, а потом хотя бы тысячу или две меня послушали. Это то же самое, что в собственном доме разбить все окна. Разбить именно. Искалечить. Вынести двери. Вот. Может быть, частично крышу снять. Она даже не знает, что вот это вот и есть крыша. Вот эта крона, которую собирают приезжать, это крыша дерева. Крыша для всей подземной живности. Давайте дальше посмотрим. Ну, вот сейчас летом, посмотрите, сколько побегов мне нужно. Вот. По осени это случилось. Часть побегов ей была уничтожена. Летом добавила. И теперь она будет дальше. И это будет бесконечно. А дерево теряет иммунитет. Раны ему не нужны. Оно слабеет. Люди не знают, что после этого... Я еще не знаю, что будет дальше. Я не смотрел. Что после этого набрасываются листогрызущие насекомые, листососущие насекомые. Впереди страшная жизнь у больного дерева. А потом еще едут химикаты. Ну, давайте. Это я все упреждаю. Я не смотрел этот фильм. Цель наша перенаправить побеги в сторону вертикальной побеги нам как бы не нужны вообще. А извините, а как это так? А расти куда будет? Вертикальный побег, а на следующий год боковые ветки. Вот ты бы оставила в покое эту яблоню? Или бы делала так? Одну калечила, другую нет. Этого даже наука не делает. Калечит деревья, учат Тимирязевская академия. Вот. Не знаю, как другие вузы. Ну, зачем ей вот растет себе ветка, потом она даст боковые ветки, потом снова выбросит побег. Зачем она будет это делать? Вот. И мы сейчас вот смотрим. Начинаем с нижних веточек. Вот смотрите. Я не буду сильно обрезать, потому что потом мы это все сделаем по осени, чтобы дерево... Ой, не дай Боже, опять по осени. Когда-то, когда наши придут в школы, когда создадут новую программу, когда она не будет дебильная, из тысяч непереводимых, невозможно запомнить этих самых... Я сколько раз показывал эту дебильную программу в школах. Вот. Но они, дети, будут знать. У дерева нет лишних листьев. Ни одного. Вот она сейчас отрежет, а она... Взять бы ее, подождать, пока она заплодоносит, и на ней повесят 10-20 яблок. А потом сказать, вот яблоки, а вот теперь отрежь. А ведь она отрезает будущий урожай, колечет дерево. Смотрим. Я страдала. Вот эти вот вегетативные побеги, которые, вот видите, они более 20 сантиметров идут, вот такой вот длины, вот они идут в крону. Нам их надо. Да и черт с ним. Они идут в крону, потому что крону – это крыша. Что тебе это пристало к ней? Ты же только боль причиняешь. Перенаправить. То есть мы ищем почку такую, чтобы она у нас пошла в не мешающую нам сторону. Ну, вот и... ты людей учишь. Это плодовая ветка. Почечку мы оставим. Ну и что? Ну, оставим. Отсюда пойдет новый побег. Он пойдет вот отсюда и опять. Вот тебе кажется, что вот эта самая верхняя почка пойдет сюда. И тебе кажется, получится чашеобразная форма. Скорее, это обычно у меня тысячи фотографий. Я не преувеличиваю. Тысячи, не сотни. Нет. Сотни – это много. Тысячи. И там, как правило, верхушечная почка, выше которой сделали отрез, она просто берет. Лена Александровна, я сейчас в середине фильма, который я записываю очередной, и перезвоню. Ладно? Ага. Пока. Так. Вот. А обычно она замерзает, потому что она возле раны. А через рану заходит. А вот эти чуть ниже, две-три, вот они-то, они распушатся вот так. И опять будет еще больше загущения. Загущая, она не знает, что творит. Ей просто нужно заработать на этом. Сребреники. Потому что она абсолютный нуль. Если есть какие-то правила, по формированию кроны, то они заключаются только в том, чтобы не лезть, куда не надо. Как это все будет выглядеть, куда он пойдет. Так, тот вот тоже побег, он идет в крону, он нам мешает, вот этой веточке, видите? Да ни хрена он мне не мешает. Будет перезти ветр. Поэтому мы оставляем, поэтому мы оставляем, и смотрим. Еще одну конечку. Надо его в эту сторону. Вот мне больше, как бы сказать, симпатизирует вот этот вот. Да, симпатизирует. Теперь он пойдет в эту сторону. Дальше мы будем... Он пойдет не туда, вот эта почка верхушечная, рядом с этой раной, обязательно замерзает, и он снова пойдет сюда. Годом позже повторится то же самое. Или эта ветка, вот такой кусок, отсохнет от мороза. Она себе придумывает вот занятия только для того, чтобы были заработать серебряниками. 4 тысяч подписчиков, 65 тысяч просмотров. Что, с ума сошла? Столько. А ведь таких, как ты, миллион, таких, как ты, не сотни. Какой там сотни? Это огромная цифра сотни. Нет, тысячи. Я не успеваю с вами разделываться, не успеваю вас представлять тем, как кто вы есть, невеже. Так, тут, я думаю, пока мы оставим до осени. Ой, слава богу. Смотрим, что нам сделать с этим побегом. Вот посмотрите, тоже, молодой вегетативный побег прямо в крону пошел. Вот он нам совсем не нужен. Он дереву нужен. Либо мы его срезаем на пенек, совсем, чтобы его не было. О, чтобы прана была, морозобойная навсегда. Ну, я сейчас немножко, наверное, оставлю, чтобы перенаправить, а потом я уже... И куда ты его направила? Любой побег горизонтальный дает вертикальные ветки. Любая ветка вертикальная дает горизонтальные ветки. Это закон. В другое время я посмотрю... Что-то я еще одну рану-дурную сделала. Так, тут что у нас? Дальше идем. Ой, не удали еще будет колечек. Вот эта ветка, она вот сильно наклонена. Но сейчас я с ней делать ничего не буду. Я могу только укоротить концы, чтобы она не шла сильно. Крона большая не была. Вот, я обрежаю вот эти вот маленькие носики, чтобы она пошла уже. Так, тут у нас нормально все. Вот эта вот ветка, но ее тоже. Пока тут сейчас там еще плод висит, мы ее обрежем по осени. Она вообще, вот по идее, не нужна. Видите, она идет вниз у нас. Да почему не нужна? Я тебе покажу 300-500 фотографий, где плодоносят именно наклонные ветки. Вегетативный побег, идущий вверх, он не дает плодов. Кто тебе сказал, что дает плодов? Подожди годик, и ты увидишь, что дает плоды. Я уже кричать начинаю. Показывают плодовую ветку, говорят, не дают плодовую. А знаете, что, с рождения должна давать? Кепрутики, вот колодки, на них будут как раз завязываться плоды следующего года. Вот нам важно срезать вегетативный побег для того, чтобы обрезать его, для того, чтобы появились вот эти вот плодовые прутики, вот эти вот плодовые... Без тебя появятся. Также мы срезаем вот этот вот на пенечек, он нам не нужен. Вот, так, дальше. Смотрим дальше. Только что тут у нас... Кто тебе этого учил? Это даже, когда усят, калечат деревья, усят, да, прикрываясь этими научными знаниями, но ты всех переплюнул, а вот тебе надо, чтобы 11 минут, 26 секунд фильм шел, и будешь резать, резать, резать. Тоже перенаправляем, потому что он уже идет у нас, пойдет вверх, значит, мы перенаправляем его вот в эту сторону, вот, пойдет вот сюда побег, видите? Вот, потом не забудьте хоть рано замазать. Побег пойдет в эту сторону. А дальше мы будем уже смотреть. Так, тут вот вообще, да, он совсем не нужен. Мы его вот так вот... А этот-то тебе как помешал? Этот-то зачем отрезала? Этот тоже... И этот зачем отрезал? Это же плодовые ветки. Возможно, это будет плодовый прутик. Так ты уже отрезала-то сколько их плодовых прутиков? Сейчас пойду валидол пить. А этот-то зачем отрезала? Вот вертикальный побег, видите? Вот этот вертикальный побег. Ну, вертикальный. Все дерево стремится к солнцу, а это закон. Но нужно практически. Опять не нужно. Ну ты что, совсем с ума сошла? Вот только растянуть время до 11 минут, чтобы фильм был полноценный. 65 тысяч просмотров. Сколько денег заработаешь? Какой ценой? Они же тоже после тебя пойдут калечить деревья. Что они поймут? Нужные, ненужные. Верх отрезала, бок отрезала, вниз отрезала. Тебе показать деревья плодоносящие? Мы его тоже оставляем. Я оставлю его две почечки всего лишь. Так зачем было все это отрезать? А на следующий год загущение будет дикое. И снова будешь резать и зарабатывать деньги. Скажешь, ой, как оно еще загущение. Я еще заработаю. Оставляю немножко для того, чтобы, может быть, здесь завяжутся опять же плодовые почки. Да ты все отрезал, к чертовой мать. Смотрим дальше. Проходим. Вот, пожалуйста. Дерево все хуже. Все это. Еще отрежет. Одна веточка перекрещивает. Да и хрен с ней, что перекрещивает. Совсем не нужна. Мы ее перенаправляем. Опять не нужна. Я срезаю вот здесь. Вот почка остается. Вот с этой почки возможен новый побег. Ты бы посмотрела. Та, которая ниже, она более мощная. На ней будет больше плодов. Она догнется вниз. И не надо было отрезать эту. Подожди годик. Вот мы что будем делать дальше. Это уже будет... Да уже резать нечего. Весне мы ее... Еще, еще. Куда? Я найду чуть-чуть. Вот так вот. Все. Чтобы образовывались вот такие вот плодовые прутики. Вот такие плодовые образования. На которых потом в дальнейшем будут как раз завязываться плоды. Вот они, пожалуйста. Видите? Так. Вот этот тоже вот уже дипломный побег. Который нам совсем не нужен. Еще один. И этот не нужен. Я всегда говорю. Пальцы себе отрежьте хотя бы один и поймешь, что дерево чувствует. Они живые. И вот плодовые прутики. Вот они. Плодовые образования. Здесь как раз вот будут плоды. Так. Сразу бы жила топор. Что у нас вверху. Вверх вот... Ничего не замечаете? Надо бы сделать... Сколько у него больных висок. Вверх одного ставить. Направляющую ветку. Еще. Я вот эту вот оставлю. Она вроде как-то идет правильно. Так. Тут мы перенаправляем. Еще. Перенаправим сюда. Вот пойдет сюда. Здесь я прищипывать не буду. Пусть он немножечко еще поможет. Летняя обрезка. Впереди зима. Все искалечено к чертовой матери. Здесь перенаправляем. Вот пойдет сюда. Это можно даже на пенечек срезать. Все. А эта-то ветка чем тебе помешала? Что ты пеню ставишь? Эта-то чем тебе помешала? Плодовая ветка. Ты уже посмотри вниз, сколько у тебя валяется на земле. Конечно, много не надо. Ведь им теперь не расти, а восстанавливаться надо. Все это восстанавливать. Сильный, самый мощный. Вот. Так, я две с ней, наверное, оставлю. Здесь два. Потому что, посмотрите. Вот эта вот ветка, видите? Она идет опять же в крону. Она мешается. Я ее обрежу. Посмотрим, что дальше будет. Калека будет, что дальше будет. Опять же, вот смотрите. Опять же, вот эта веточка у нас находится в кроне. Видите? Ну, плодовая ветка. Что ты что, ее отрежешь? Я ее обрезаю вот на пенечек. Господи, ну плодовую-то зачем? Ведь ты же сейчас, уже на ней яблок не будет. Через эту рану плодушка будет уничтожена. Здесь тоже ветка, которая не нужна. Вот. Ее даже не надо перенаправлять. Я тоже ее обрезаю на пенечек. И эту еще. Вот. Все. А эта зачем отрезала? Значит, тоже. А эта зачем отрезала? Ладно бы весной калечила, но в середине лета. Вот эти вот вегетативные побеги большие. Здесь я тоже перенаправляю их. Вот сюда, в эту сторону. Еще. Для того, чтобы вот отсюда. Я не догадался. Считать. Что-то рядом положить. И считать, сколько ты ран понабела. Что-то пошел на десятки. Или по осени будем обрезать. Еще и осень врезать будем. Вот этот вот, да? Вот этот совсем нам не нужен. Конечно. Зачем он тебе? Отрежь хоть один палец. Закрой ногу. Снова болит колено. В отличие от таблеток, которые действуют на весь организм. Вольтарен действует непосредственно. Слава Богу. Перенаправить. Еще. Вот. Если бы ты знала, какой от тебя вред. Пойдет вот сюда ветка. Должна пойти. Нет, наверное, все больше, чем пониже. Чуть-чуть, да не пониже возьму. Вот. Вот эти вот, зная вот эти правила, как устроит почка, больше ничего не зная, придумали себе целую технологию по уничтожению садов. Вот такие вот побеги, которые, на которых могут завязываться планы. Если они будут уже лишние и ненужные, то, как я уже сказала, у нас 3 минуты, мы уже это обрежем. Осенью обрежем, да. Сейчас же остальные ветки чуть-чуть быстрее начнут расти. Еще впереди, допустим, полвета. На пенечек срежем. Вот. А это вот уже плодовый прутик, на котором будут яблочки. А тот, с которым отрезала, не будет яблочек? Ну вот. Вот так вот еще. Еще? Тоже на пенечек мы его обрезаем. Еще? Вот нам практически сейчас, вот здесь вот побега. Покажи, что внизу лежит под деревом. Вот он побег. Еще? Он нам не нужен совершенно. Тоже на пенечек срезаем. Еще, дорогие друзья, все, что мы обрезали, все, что мы сейчас вот сделали, это надо обязательно замазать садовым варом и использовать, конечно, если будем обрезать сейчас новое дерево, то продезинфицировать, ну, каким-нибудь раствором, органцовки, либо спиртом. Потому что дерево может быть больное. Вот я вижу, что это плодорожка у нас, и вот парша, вот видите, начинает заваривать. А ты поменьше калеч, тогда вот этого не будет. Парши не будет. Есть вот он пожух. Это уже тоже говорит о том, что ты дерево искалечила. Вот ты сейчас на наших глазах сделала 20-30 этих ран. И теперь будешь это. И на следующий год еще осенью дорежешь. Еще поди, фили сними, срежьте осенью. Еще? Все? Пока я с этим деревом делать. Еще? В этом году делать ничего не буду. Потом я буду смотреть, я... Конечно, уберу какие-то из веток, потому что, вот смотрите, одна ветка мешает другой. Еще? Надо какую-то ветку убирать. Мешает? А здесь вот... Сейчас просто, чтобы не нанести такого шокового стресса в состоянии дерева, я просто вот сейчас сделала такую легкую обрезку. Это легкая? Сейчас все замажу, все рамки садовым варом. Ну, и потом... Получишь паршу на ближайшие годы. Весной осенью будем смотреть. Искалеченное дерево, искалеченные плоды увидишь. Показать, какой мы выберем. Сейчас она уже дорастет до состояния, начнет закладывать свои вот эти вот плодовые почки. И мы будем определять, как лучше ее расположить, как лучше расположить крону. Ну, все, что я хотела вам рассказать, я вам рассказала. Оставайтесь с нами, будем все показывать, что делаем на нашем приусадебном участке. Не дай Боже. Подписывайтесь на наш канал. Мы с вами. Пока-пока. Не дай Боже, не дай Боже. Что вы натворили? Вот ваши эти. Ой, жалко. Знаете, что мы сейчас сделаем? Вот она же, да? Давайте посмотрим теперь. Сегодня мы пришли. Мы ее больше слушать не будем. Спасибо, все наглядно, понятно. Уже жертва одна есть, в которой впереди страшные раны. Вот. Порша, все, что у нее уже началось. На вашем примере учимся. Спасибо за видео. Еще одна глупая. Летняя обрезка. Какой месяц? Август тоже летом. Почему не говорите? А тебе ни один хрен. В январе, в июне, в июле, в августе колече дерево. Боже мой. Бедная, бедная страна. Вот таких вот. Смотрите. Видите, милое лицо. Вот таких вот развелось, как собак нерезанных. Все залезли в этот самый Яндекс, Ютуб. Везде калечат, калечат, калечат. И никто за этим не заступится. Я уже сколько говорил ученым. Вот так вот. Возьмите себе. Таких как бы наглядно. Пусть сто штук обрежет. А рядом просто не обрежет. Так езжет, но не обрежено. Вы посмотрите, что будет. В одном случае вообще поляда химиката. В другом случае все как положено. Здесь десятки опрысканий впереди. На дереве нет ни одного лишнего листика. И ни одного лишней ветки. Дело, беда заключается в том, что они этого не знают. Жалко только, что привитые деревья имеют немножко непосимметричную форму. И это дало им оправдание. Давайте будем его делать красивым. Чтобы под ним можно было еще и работать. Не нагибая спину, как одна специалистка. А у меня мужа радикулит. И показывает штамп метровый. На наших глазах отрезает. Говорит, вот метровый штамп. У меня мужа радикулит. Вот это довод. Вот это и есть наша страна. Страшные ребята. Я хочу, чтобы вы ужаснулись. Ужаснулись. Она на ваших глазах сделала несколько десятков ран страшных. А то, что она их замажет. Есть такое выражение мертвого припарка. Судьба этого дерева короткая. И болеть оно будет всегда. Ее придется опрыскивать. Теперь уже от парши тоже будет опрыскивать. Хотя уже не поможет. Потому что парша – это следствие, а не причина. Она изувечила дерево. Все, дальше не могу говорить. Ой, у меня сотни тысяч фотографий. Я железов. Я хочу, чтобы вы поверили мне. Это просто... Она не ведает, что творит. Она не ведает, что она как бы представитель той стороны. Вот иногда думает. А может кто-то специально думает. Да пускай. Да мы лучше промолчим. Да пускай. Зато они отравлены. Наши будут импортные есть. Отрава. Потому что никогда с такой технологией не будет она садом. Яблони хоть через один гибнут. А абрикосы сплошь. Груши сплошь. Все, друзья. Я дальше не могу говорить. Спасибо.